Одних отметили за личные заслуги, других за коллективные успехи. Например, единственный мужчина на этой встрече, Игорь Никитин, на краевом конкурсе представлял достижения целой гимназии. В этом году он признан лучшим директором среди школ Краснодарского края. На встрече говорилось о том, что победители не должны забывать. Теперь на них равняются другие педагоги города и, конечно, сами ученики. У меня была учительница литературы. Я даже, когда мы заканчивали школу в 10 классе, так и написала «хочу быть учителем, как она». И поступила в институт. Потом поняла, что это призвание. В вашем лице, в лице 19 наших победителей региональных, всероссийских и международных конкурсов, мы говорим о гораздо большем количестве наших педагогов, которые, конечно, сориентированы на результат. И многие принимали участие в этих конкурсах. Но удалось дойти до победного конца и получить высокие призовые места и стать именно победителями. Повезу вам. Но в этом смысле очень серьезный мультипликативный эффект, потому что ваши коллеги смотрят на вас, они на вас ориентируются. Все призеры, помимо грандов и денежных премий, в рамках конкурсов сегодня также получили благодарственные письма и памятные подарки от главы Сочи. На курорте стараются сделать профессию педагога престижной, специалистов всячески поощряют. Так, за последние три года 37 педагогов были вручены ключи от новых квартир. Елена Всецына, телекомпания ФКТ.